вы смотрите канал улицы москвы ну и наверное говоря об окраинах нашего города они все друг на друга немножко похожи да но если речь не идет вот об этом микрорайоне в котором мы сейчас находимся это микрорайон северное чертаново эти дома я думаю будут очень хорошо узнаваемы поскольку поскольку не имеют аналогов в москве и были возведены в семьдесят пятом восемьдесят втором годах по проекту инженера леонида дюбика как район повышенной комфортности улучшенной планировкой и техническими характеристиками домов также тут интересная нумерация что дома нумеруются не по улице а по микрорайонов вот например микрорайон чертанова дом 6 и соответственно корпуса здесь трех трехзначной нумерации вот смотрите дома как корабли мы были около пруда раньше то есть туда ближе к балаклавскому проспекту а также к метро чертановская но во дворике не заходили но сейчас более подробно здесь прогуляемся еще характерной особенностью ну вот да смотрите какие необычные действительно дома характерной особенностью считается озеленение на балконах вот эти в юны и прочие растения это характерны не только для вот данного конкретного дома но и для всего данного жилого микрорайона для многих домов по крайней мере не знаю не вдавался в историю как это все тут завелось так вот посмотрите даже здесь видно какие тут толстые плиты перекрытия сразу видно что дома улучшенных характеристик они какие-то рядовые панельки но вот так видели будущее в 70-е годы так видели будущее хотели еще построить подобные проекты в крылатском зеленограде в принципе в крылатском часовский дом есть в начале оседине улице тоже по улучшему проекта в зеленограде мы были были где располагается савелкинский проезд и там тоже какое-то сходство есть вот в этом длинном здании который располагается нас как раз савелкинском проезде ну а так вот чтобы целый микрорайон был из нерядовых домов для советского времени это конечно не типичная история это сейчас у нас много различных жилых комплексов пытаются строить что-то нестандартное для того чтобы повысить цену какие-то принимаются дизайнерские решения этим никого не удивишь но для того времени это было действительно в новинку ну и здесь конечно конечно отличается отличается несколько виды от самого но остальной части района северная чертанова именно в микрорайоне здесь вот более новый жилой комплекс уже двухтысячных годов вот эти высокие дома там насколько мне известно раньше было не достроенные здания на их месте авеню авеню 77 называется она так сейчас мы а также рядом располагается оазис парк но это уже новые дома это уже новые дома на дома нашего времени их тоже хорошо видно стороны метро чертановская ну и здесь мы видим зеленые балконы а вот да здесь действительно можно практически безошибочно угадать где ты находишься так вот подходим к дому 4 и тут впервые была применена свободная планировка квартир и перед огородки внутри них делаясь облегченными ну чтобы проще было делать последующую перепланировку соответственно то есть уже какие-то тенденции угадывались тенденции будущего ну и что то есть конечно здесь такое что указывает наоборот на то что ты словно бы в застывшем прошлом находишься ну и вот как выглядит тут точно точный адрес вот северная черданова дом 1 корпус 401 секция 14 и 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 автобусы рейсовые их не маршруты тоже проходят частично по подземной трассе и тут 168 еще какой-то который как раз заходит в данный микрорайон также в окрестностях существует убежище ближе к битвскому парку вот но сейчас мы идем как раз в сторону станции метро чертановской так сделаем павушку насладимся футуризмом какой тут мостик этому жилому комплексу возможно он сохранился от микрорайона старого здания которые здесь хотели построить но сюда мы вот сюда мы не попадаем потому что здесь территория закрыты у нас это верхний чертановский пруд на реке чертановка падать стала камерка ну а большой чертановский пруд который располагается ближе к станции метро и к балаклавскому проспекту он располагается на реке водянка беседочка есть он даже вообще трогать походу ну и такие мостики здесь построили тоже чтобы удобно и и быстро было добираться до станции метро минуя всякие светофоры пешеходные переходы здесь вот проходит битцевский проезд они до недавно получила название это улица мы гуляли по нему а там прямо район зюзина уже по другую сторону балаклавского но здесь вот самое обычное северное чертаново которое не относится к микрорайону северное чертаново но и взглянем в заключение нашего выпуска на большой чертановский пруд на реке водянка вот он битцевский проезд мы кстати по нему гуляли как раз по бережку этого пруда ну вот и здесь тоже кстати есть выход метро который ведет прямо к пруду здрасьте да мне тоже снимаете пожалуйста можно просто привет этот человек оператор наш очень хороший человек спасибо здорово и много много канал улицу москвы подписывайтесь спасибо вам тоже об 5 да немножечко у нас заряда просто не хватает держатели так вот у нас чертановский большой пруд микрорайон здесь тоже виды такие красивые довольно купаться понятное дело нельзя пруд заключен берега но здесь хорошие виды наверно из этих окон будет вот такая прогулочка у нас была по микрорайону северное чертаново близ станции метро чертановской будем завершать и и и